С 1 декабря решением оперативного штаба при главе Удмуртской Республики Александром Владимировичем было принято решение, что мы начинаем для увеличения охвата тестированием граждан тестировать всех лиц, у которых есть признаки острого респираторного вирусного заболевания, но не исключающего признаки новой коронавирусной инфекции COVID-19, независимо от возраста, тестировать на новую коронавирусную инфекцию. Я напомню, что ранее в соответствии с постановлением Роспотребнадзора с признаками острой респираторной вирусной инфекции тестировались только граждане старше 65 лет. А какие это признаки? Например, температура или масло? Высокая, как правило, основными признаками острой коронавирусной инфекции является, конечно же, лихоравка, то есть повышение температуры до высоких цифр, обычно 38,5 выше, иногда 39,5. Температура, как правило, сохраняется несколько дней, от 3 до 5 дней. Это, конечно же, сухой кашель надсадный может появиться, ну и, конечно, снижение обоняния или вкуса. Не прогнозируете ли Вы в связи с этим рост цифр заболеваемости? Мы не боимся роста цифр заболеваемости в связи с увеличением охвата на тестирование на острую респираторную вирусную инфекцию, хотя бы потому, что у нас на сегодняшний резервный коечный фонд, тот фонд, который развернут, вполне достаточен для оказания помощи пациентам в условиях круглосуточного стационара. Я напомню, что у нас к 20 декабря будет развернуто порядка 3000 коек в субъекте, на сегодняшний день функционирует 2612 коек, и наполняемость коечного фонда порядка 72%. То есть у нас даже на сегодняшний день есть возможность пациентов, всех, кто из группы риска, у кого не тяжелое состояние, а даже в средне тяжелом, а некоторых даже в удовлетворительном состоянии, но имеющих определенные серьезные хронические заболевания, безусловно, госпитализировать на круглосуточные койки. Рост заболеваемости и все, что связано с оказанием помощи, мы не боимся, мы к этому готовы. Субъек к этому готов. Я правильно поняла, что на практике это так будет выглядеть? Врач ведет прием, если есть какие-то признаки ОРВИ, пациент отправляется в процедурный кабинет для забора анализа? Да, все верно, но я еще раз хочу допомнить населению, что если все-таки вы понимаете, что у вас был контакт с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, будь то родственники из одной семьи, будь то знакомые или друзья, либо выезжали за пределы Российской Федерации в течение последних двух недель, что не исключает возможного инфицирования новой коронавирусной инфекции, мы все-таки предлагаем воздержаться от точного посещения поликлиники, а оформить вызов врача на дом для того, чтобы вас доктор смотрел на дому и спланировал вам забор анализа на дому.